Девушки отдыхают Но он не считает, что поступил плохо Почему? Узнаем в суде Да подожди ты, ты что, ради квартиры что-то? Да ты что, Мелеш? Ты что, Мелеш? Ты что, ты что? Порядок, порядок Любовники прикрывали свои отношения договором ренты После смерти женщины Ее обязанности по договору перешли к мужу Но любовника такой расклад не устраивает Сможет ли он оспорить договор, решит суд Мой голый муж С моей голой лучшей подружкой И они продолжают И даже он видит, что я на него смотрю Он все равно это делает Марина, я не знал вообще, что в таких ситуациях делать Я первый раз в такой ситуации Застуков мужа в постели лучшей подруги Оскорбленная женщина подала на развод Мужчина пытается сохранить семью Удастся ли ему это? Представитель требует расторжения договора дарения квартиры В связи с существенным нарушением Ответчик иск не признает Считает, что ничего не нарушал Пожалуйста, истец, я вас слушаю Ваша честь Я, Покровская Анна Александровна Представляю Интересы своей матери Она не может присутствовать на заседании Суда в связи с своим преклонным возрастом Моя мама предъявляет Наша мама Наша мама предъявляет Иск О расторжении договора дарения Двухкомнатной квартиры в Москве В связи Ну, эта квартира была подарена ею В пользу моего брата Своего сына Ее сына Филиппова Александра Александровича И нарушено главное условие этого договора Это условие пожизненного проживания мамы В этой квартире Попала в больницу Об этом я узнала От совершенно чужих посторонних людей Мне позвонили, сказали, что она в больнице Без телефона Без сменного белья Я позвонила лечащему врачу в больницу Я сама живу в Чебоксарах У меня однокомнатная квартира в Чебоксарах А мама проживает все время Со своим сыном в Москве В двухкомнатной квартире И Я позвонила лечащему врачу И она сказала, что Ее готовят к выписке А забирать ее некому Поскольку никто ее не навещает Ну, соответственно, я купила билеты Прилетела в Москву Пришла в больницу Поговорила с врачом Выписка была подготовлена Поговорила с больными Которые лежали с ней в палате Они тоже подтвердили Что ее никто не навещал За это время Что она лежала в неделю в больнице И Я ее забираю из больницы Я по дороге звонила по телефону брату Он мне не отвечал Мы приехали на такси к дому Я поднялась одна в квартиру И что я там увидела Это был шок Брат просто выставил вещи В баул Вещи материнок И отдал мне документы И сказал, что хватит Я уже за ней Сколько ухаживал Теперь ты за ней ухаживай Уваживай То есть даже не пустил ее на порог Квартиры Тебя Соответственно Я вынуждена была уехать С мамой в Чебоксары И мы там проживаем сейчас В моей однокомнатной квартире На две маленькие пенсии Я пенсионерка тоже Так, ответчик, пожалуйста Я вас слушаю Ваше отношение к иску Ну как Я вообще этот иск, конечно, не признаю Каким основанием? Тут в чем дело Понимаете Вот я все эти 20 лет Как с куста За матушкой ухаживал То есть вообще Ни дома, ни семьи Вот я вот как вомбат Вот был у нее Вот пожизненной сиделкой Дома работа Как садома гамора Когда мне это было? В двухкомнатной квартире Ты жил в своей жизни Ты сидел в своих чебасках И вуз не дул Отвечу Делаю вам завенчание За неуважение к суду Вы навещали ее в больнице? Нет, я был В очень важной командировке На этот момент Все Меня просто не было У вас есть подтверждающие документы Что вы были? Естественно У меня там все Предоставьте их суду Ну я возьму справку с работы Я просто не знал Что сейчас это нужно А вы в суд зачем пришли? Я в суд пришел по повестке Мне вот не сказали Какие документы Я с собой должен брать Потому что договор Дарения у нее Доверенность у нее Я ей все же документы отдал Я вот как Ну не озаботился Так, хорошо Вы были в командировке Простите, что я взяла Взять его справку с работы Это 6 секунд Вы были в командировке Да Вашу маму отвезли в больницу Да Она была на улице Ей там стало плохо Она попала в больницу по скорой Так как мой естественный телефон Она знает наизусть Прямо из приемки Звонят кому? Не вот ей А не, блин, моей Александровне, сестре Звонят, естественно, мне Я с врачом из приемки Говорю Так и так Я в командировке Как только приеду Ну командировка такая Простите Я уже в тайге Там уже под Красноярском Даже за минуту Вот врачу Как только я буду в Москве Это прямо на днях Я сразу ее забираю После этого Возвращаясь уже в Москву Через два дня Я по собственной инициативе Узнаю телефон уже лечащего врача Звоню ей Мы с ней говорим Там дама уже была Лечащий врач Ей она, между прочим Не звонила С лечащим врачом Она не говорила С лечащим врачом Говорил я Так что вот это опять Она брет Я звонила по телефону Да, да, да И что ж ты вот такого нюанса Ну хорошо Вы позвонили врачу И дальше что Вот что дальше Лечащий врач мне говорит Что тут такие дела У матушки у нашей Началась старческая деменция По-хорошему Ее нужно Не здесь держать А перевозить в психиатричку И мы с ней договариваемся Конкретно В понедельник Потому что В выходные Я к ней приезжаю в больницу Забираю ее И в сопровождении врачей Со справкой С выпиской От лечащего врача С рекомендацией Мы перевозим ее Ей уже место достали В нынешней Алексейской Бывшей Канадчиковой даче Мы ее в понедельник Туда перевозим И тут С утречка пораньше В полшестого утра В субботу Да это вранье Я не могла В полшестого маму Забрать из больницы Ну что это А это уж я не знаю Как ты могла На лапу дала Блин и смогла Выписка не может Так рано происходить В больнице Я не знаю Где ты была В пятницу Если ты ее забирала По субботу Но факт что Ко мне она приперлась Полшестого утра В субботу Я еще спросу Не она мне Слово сказать не дала С порога Просто начала Орать Вот так вот На ор Меня брать Отдай мои вещи Отдай мои вещи И то зеленое Полнишь пальто Ну матушкины Это я просто так цитирую Ну что ты врешь Я уже Чьи вещи Мамины Мамины вещи Естественно Я отдал эти вещи Отдал документы В документы положил Матушкину сберкнижку Там где-то около 200 тонн русских рублей Было Ну 200 тысяч Спасибо что перевели Вот я ей отдал все Потому что ну реально Спорить бесполезно Ну уехали Я вообще даже вот Из того что она орала Я не понял Мы же с врачом Следующим договаривались На понедельник А это суббота Я вообще не понял Я это все поняла Матушка с ней Внизит Сидит такси Она мне этого не сказала Там просто Лещи документы Лещи документы Я тебе сказала Ты сказал сам Знаешь что Твоя очередь Заботится о матери Забирай ее к себе Я ее к себе не пущу Ну ладно Это твои слова И так же орал Орал громко Так Раз она умерла То 20 лет 20 лет В этой несчастной квартире Там не было ремонта Там уже вот обои Вот так отваливаются Ну вы же жили в этой квартире Ну жили Потому что я не мог Там делать ремонт Потому что матушка Была там Ну не хочет и не хочет Ну отправили бы маму В санаторий на месяц Можно было маму Ко мне отправить На этот месяц К тебе Да ты сама бы Хотя бы раз в году К нам приезжала К тебе отправлять Так хватит Я привлекаться И ответчик покороче Давайте по существу Вот существо Ну решил я все-таки Этот ремонт сделать Сами понимаете Там 20 лет его не было Это не один Десятный неделю Я вот решил Ну вот пусть Она пока поживет Раз у нее Ремонт сделали? Еще не А сейчас уже да Сейчас уже два месяца прошло Хорошо Вы зарегистрированы В этой квартире? Естественно Вы там проживаете? Да Тогда при чем здесь ремонт? Вы мне что сейчас хотите сказать? Потому что Вот я ей Конкретно Когда она мне там Она на самом деле врет Она до меня дозванивает Ваша честь Прошу прощения Я ей говорю Пока идет ремонт Не перебивай Он делает не ремонт А перепланировку Я делаю То есть из двухкомнатной квартиры Он сделал квартиру Студию Где совершенно нет места Для нашей матери Все там есть Если бы ты хотел Мать себе забрать Нет Если бы ты хотел забрать Ты бы отписывал телефон Мама плачет Переживает Как говорится Дома и стены помогают Да Ответчик Пожалуйста Я все поняла Про 20 лет Про ремонт Это я поняла Я главного не поняла Там у нее поживет Ремонт закончится Ну вы закончили ремонт Я ее заберу Вы закончили ремонт Так она мне ее не дала Знаете почему? Потому что вот эта конкретная Ее вот эта вамбатская афера Она хочет просто кинуть меня на хату Хочет подсунтить Я протестую И из своих чебасрак Переехать в Москву У меня есть квартира Есть у тебя Да Суд удаляется Для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе Да подожди ты Ты что ради квартиры что Да ты что меришь Ты что Ты что Ты что Порядок Порядок Мужчина узнал Что покойная супруга Всю жизнь скрывала от него Отношения со своим Университетским преподавателем А прикрытием Служил договор ренты Мой голый муж С моей голой лучшей подружкой И они продолжают И даже он видит Что я на него смотрю Он все равно это делает Марина Я не знал вообще Что в таких ситуациях Я первый раз в такой ситуации Пока женщина сидела С маленьким сыном подруги Та наставляла ей рога С ее мужем Сложные и запутанные отношения В любовном треугольнике Привели всех его участников В суд Ну и что ты думаешь Добьешься чего-то Конечно Да Ничего ты не добьешь Главное условие договора Это пожизненное проживание Проживание Пожизненное проживание Я тебе бабки дам Это в условии договора Живите там Блин Аня Мне в натуре 56 лет Я не хочу Прошу садиться Как румын сдохнуть Под забором Тишина В зале судебного заседания Оглашается решение Суд принял решение Иск удовлетворить Расторгнуть договор Дарения квартиры В связи с существенными Нарушениями Договора Ответчикам Возвратить в собственность Матери подаренную Сыну квартиру Суд принимает Данное решение В связи с тем Что Данным договором Дарения предусмотрено Что даритель То есть мать После безвозмездной Передачи То есть дарения Своего права собственности На квартиру сыну Сохраняет за собой Пожизненное право владения И пользования квартирой А даряемый То есть ответчик Обязуется не чинить Дарителя препятствий В пользовании квартиры В судебном заседании Установлено Что в настоящее время Мать То есть истец Не проживает В спорной квартире И суд считает Что ответчик Чинит препятствия Своей матери В проживании В данной квартире Кроме того В судебном заседании Установлено Что ответчик Без согласия истца сделал переоборудование в квартире. Это говорит о том, что подобными действиями ответчик фактически лишил свою мать жилья, лишив ее отдельной жилой комнаты. И я так полагаю, что переоборудование не зарегистрировано. Суд расторгает договор дарения, возвращает квартиру в собственность матери, но в данном случае также обращает внимание истца, в данном случае представителя, на то обстоятельство, что вероятно, впереди у вас еще один судебный спор, если ответчик не приведет квартиру в соответствие и у вашей мамы не будет отдельной комнаты. Вы, пожалуйста, над этим обстоятельством подумайте. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я думаю, что теперь моя мама будет ходатайствовать об этой квартире, которая была брать самостоятельно, без ее ведома, перепланировал в квартиру-студию. Ну, а брату это послушал уроком. Конечно, я буду подавать апелляцию, а матушке я как 20 лет помогал и ухаживал, так и буду за ней ухаживать до бесконечности, несмотря на все сестеринские поползновения. Истец требует расторгнуть договор пожизненной ренты после смерти плательщицы. Ответчик утверждает, что оснований для расторжения договора нет. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я пришел сюда в суд, чтобы расторгнуть договор ренды пожизненной. Когда вы заключили договор? И с кем? Эту ренды я заключил 7 лет тому назад. 7 лет назад. С 50-летней женщиной. Познакомились мы с женщиной 50 лет, с 50-летней женщиной 7 лет тому назад. Прекрасной души человек. Заключил я с ней вот этот вот договор. Но так уж случилось. В договоре было указано, что согласно этому договору ренды она должна была ухаживать за мной, покупать продукты, одежду, эти медикаменты. И мало того, что даже она оплачивала полностью коммунальные услуги мои. И все это было в этом договоре. А вы оставались проживать в этой квартире? Я оставался проживать в этой квартире. Мало того, что она даже заплатила, дала миллион рублей денег для того, чтобы как бы на содержание. Но с таким договором, что я буду проживать в этой квартире до последних дней своей жизни. Но судьба получилась иначе. Семь месяцев тому назад она умирает. Умирает, уходит из жизни. И договор, вот этот договор как бы переходит к этому деятелю, к ее супругу. К ее супругу. К ее супругу, да. Ну, вы знаете, земля и небо. Как относилась ко мне Танюшка, относилась, как она готовила, как она ухаживала, как вообще все было. Но это женские руки, это тоже надо понимать. Это женские руки. И вдруг попадает этот товарищ. Вот этот вот деятель. То есть ваша жизнь очень изменилась, насколько я понимаю. Не то слово, ваше честь. Не то слово, врагу не пожелаешь, как изменилась моя жизнь. Две недели он вообще не показывался. Я отправился совершенно один, понимаете. Пошел на кухню. Литву. Ну, нечаянно споткнулся, упал. Я не тугович. Встать не мог, не мог встать, понимаете. Ну, как-то, в общем, короче говоря, встал, поднялся, привел себя немножко в чувства. Сообщил о своих злоприключениях. Сообщил я своему сыну, который проживает у меня в Хабаровске. Вот. Этот деятель, значит, приходит, приносит, покупает мне гамбург какой-то. Да какой же мне этот гамбург, какие гамбургеры? Вы что? Справка вот у меня, у меня язва желудка, мне нельзя этим продуктам питаться нужно. Танюшка та же готовила паровые котлетки, там супы прекрасные, диетические все. А это картошки сварить. А крайне картошки сварить не может. Хорошая картошка, Литву. Да. И представляете, вот он претендует, он претендует сейчас по всем вот этим вот мероприятиям, претендует, чтобы я ему эту квартиру опять отписал, осталось, чтобы он в ней проживал, и что он как-то... Что значит, так писал эту квартиру? Я прошу вас очень, прошу вас очень, пожалуйста, растворить договор, я не желаю с этим человеком иметь ничего общего. Он показал себе полностью, на что он способен, в кавычках, на что он способен. Он вас что, выгоняет из квартиры? Нет, нет, этого не было, ваше честь. Ну понимаете, медикаменты покупает? Он хотел продолжить этот договор, чтобы я так же проживал и платил. То есть, ну, он платит за квартиру? Платят коммунальные, платежи? Отвечет. Ни разу не платил. Сейчас я сам все оплачу. Не оплачивает? Нет, нет, нет. Медикаменты. Я пришла Танюшка, так все на мои плечи взвалит. Медикаменты покупает? Нет. Не покупает. Что я делаю с собой? Продукты покупает? Да нет, ваше честь. Ну совсем человек отвернулся. Как часто он вас навещает? Да я, вот как я же сказал, после смерти Танюш недели через две приехал. Так, это один раз. Вот один раз приехал, значит, так мы с ним сцепились, поговорили по мужским танам, как говорится, и все, на этом дело закончилось. И он требует меня, чтобы я все же постарался продолжать этот договор, чтобы он продолжал, значит, надеяться на то, что после моей смерти этот договор остался, квартира перешла в его собственную. Не будет это ваше честь. Вы сказали, что вы своему сыну позвонили, который в Хабаровске живет. Что ваш сын сказал? Сын приехал сюда, он на все вопросы ответит вам. Он вам все скажет. А, он в суд пришел? Сын приехал, да, в суд. Ну, хорошо, мы его допросим чуть позже. Разговор какой-то идет, он же требует квартиру. Кто у меня поможет? Один сын остался. К нему за помощью я обратился. Я поняла вас. Пожалуйста, передайте документы. Это вот договор, а это вот справка, что у меня я за что не положено. Так, пожалуйста, ответчик, ваше отношение к иску. Да, мое отношение к иску абсолютно отрицательное, что это полное вранье, то, что заявляет Леонид Львович. Подождите, давайте я скажу. Ответчик, вы, пожалуйста, не делайте истцу замечания. Если я сочту нужным, я это сделаю сама. Хорошо, Ваша честь. Да, я понял, да. Значит, давайте с самого начала, да, то есть я здесь, здесь просто сейчас прозвучало имя сына. Я этого сына раньше не видел, не слышал, то есть когда заключался договор, и в помине его не было. я сейчас вас не об этом спрашиваю. Вы, пожалуйста, дайте пояснение по иску. Согласны, не согласны. Я не согласен. Выполняете обязанности, которые... Я выполняю обязанности. Как выполняете? Я выполняю обязанности. Я выполняю обязанности. Значит, после того, как умерла моя жена, вот, семь месяцев назад, это для меня было большое потрясение. Это был близкий мне человек. Вот. Я, ну, естественно, нужно было заниматься похоронами, поскольку я был единственный у ней близкий человек, который мог бы это все организовать. плюс, ну, организация похорон. Потом эти бумаги, вот, свидетельства о наследстве, вот, оформление, вот это все. То есть, я позвонил Леониду Львовичу, я вам звонил, вы вспомните, я вам звонил и сказал, что у меня максимум не будет две недели. Две недели у меня не будет две недели, чтобы вот это все сделать. Понимаете? Похороны, это не рядовое событие, чтобы вот... Правильно. Это не рядовое событие. На что Леонид Львович мне сказал, что да, занимайтесь, я прекрасно вас все понимаю, я справлюсь сам. Вы мне это сказали лично, по телефону. И я стал заниматься своими естественными делами. Ответчик, вы, пожалуйста, суду давайте пояснение. Да, хорошо. То, что вот он сказал, что мы не платили за коммунальные платежи. Подождите, то есть, две недели у вас не было? Не было, да. После смерти? После смерти, да. То есть, вы еще на тот момент не вступили в права наследования, правильно? Нет, конечно, это уже после ужина, естественно. Что потом произошло? Я через две недели пришел, все, то есть, начал выполнять все обязанности по договору, которые были заключены. Что конкретно? То есть, это уборка квартиры и, значит, ужин, завтрак, обед. Ваша честь, через две недели Гамбург принес. Я готовил, не хуже, не хуже. Как истец, пожалуйста. Ваша честь, но он врет, мебель протирать, Ваша честь, простите, я делаю вам замечание. Если будете нарушать порядок в зале судебного заседания, я вас удалю из зала. Молчу, Ваша честь. Пожалуйста. Дослушаем ответчика, если у вас будут возражения, потом скажите. Есть возражения, все время. Все свои обязанности по договору я выполнял в соответствии с договором, то есть, в соответствии с договором, как было описано там все. То есть, вы говорите, что вы платили за квартиру. У вас имеется доказательство того, что вы платили за квартиру? Вот за квартиру коммунальные платежи, вот чеки с магазинов, то, что мы покупали продукты, в том числе и лекарства, которые вы говорили. Мы ничего другого не покупали. Леонид Львович, вы что договариваете? А почему вы говорите мы? А с кем вы это покупали? С женой, когда вот раньше и после ее смерти. То же самое я делал. Не интересует после смерти жены. После смерти вот. Период. Да, после смерти вот. Это вот как раз чеки и документы. Чеки за все месяца, вот вплоть до сегодняшнего дня и здесь за продукты и коммунальные платежи. Вот, пожалуйста. Так, хорошо. Что еще можете пояснить? Что я еще могу пояснить? Значит, ну, если на то пошло, что, ну, не нравится вот то, что я готовлю, хотя я готовлю не хуже своей супруги покойной, ну, хорошо, я готов пригласить домработницу, вот, там, я не знаю, там, чтобы она там готовила, там, убирала, как ему нравится. Я готов оплачивать. Вплоть до того, что, ну, вот эти две недели, которые у меня не было вот с ним, ну, я готов как-то компенсировать. Вот, ну, я выполняю все обязанности по договору. Просто понимаете, здесь... Но при этом, насколько я понимаю, вы не выдвигаете встречных требований об изменении условия договора. Нет, нет. Потому что в договоре прописано, что вы обязаны навещать... Я навещаю. ...производить уборку, покупать продукты, медикаменты и так далее. Да, 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 да. Все это я выполняю. Но у вас есть право и просить заменить это, например, на выплату денежной компенсации. Сейчас, насколько я понимаю, об этом речь не идет. Нет. То есть вы хотите продолжать выполнять эти обязанности самостоятельно. Да. То есть сами хотите. Как это было в первоначальном? Понятно. Я вполне это мне опасен. Поняла вас. Пожалуйста, передайте документы через судебного пристава. Вот и свидетельство о наследстве тоже. Возьмите. Что? Спасибо. Так. И имеется свидетель истец. Вы просите допросить свидетелей. Да, разумеется. Ваша честь. Я прошу, пожалуйста, пригласить моего сына. Он как можно больше скажет вам еще. Пожалуйста, свидетели со стороны истца. Позовите, пожалуйста. Свидетели со стороны истца. Войдите. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Ваша честь. Боровченко и Евгений Леонидович. Так, что вы можете пояснить по существу спора? Я хотел вам сказать, что мой отец заключал договор именно с Татьяной. И это было не просто так. А для того, чтобы они могли беспрепятственно встречаться, у них были любовные отношения. Что? Папа, ты не сказал, что у тебя любовные отношения были? Да, да, да. Нет, ваш папа не сказал, что у него были любовные отношения. Я был свидетелем их. Леонид Львович, это что, это правда? Как они встречались, как они за ручки держались, как они стихи читали. Да ты что, ныришь? Ты что, ныришь? Ты что, ныришь? Ты что, ныришь? Ты что, ты что? Порядок, порядок. Я тебя мобил разобью потом. Да мы потом выйдем, поговорим с тобой. Да, да, мы здесь можем разбить. Так, успокоились оба. Ты отвечешь, понял, да? Успокоились оба. Отвечи. Я кому сказала? Ты понял, да? Ты понял. Отвечи. Это ты меня понял. Сейчас в коридор пойдете. Штраф накладываю на обоих. Ваша честь, у них... По одной тысяче рублей. У них были любовные отношения, они очень долгое время встречались. Я сам был свидетелем этих отношений. Зачем вы сейчас это говорите? Чтобы что произошло? Ну, это правда. Я хочу донести правду до суда. Какое это имеет отношение к делу? Да никакого вообще. Это прямое отношение к делу. Какое? Они не просто так встречались, понимаете? А как они встречались? Ну, у них были любовные отношения. Это была не просто рента. Договор о ренте. А именно это было... Почему нельзя было развестись, выйти замуж за вашего отца и получить эту квартиру по наследству потом? Ну, потому что мой отец, он был женатый. Он не хотел с женой разводиться. Когда он был женатый? Когда этот муха-вор был женатый-то вообще? Ты вообще, что ты здесь это... Так, отведчик, не провоцируйте свидетеля! Да подождите, ваша честь. Вы что, обалдели, что ли, совсем? Отведчик! Так, приступ, выведите его из зала. И что будет? Выведите его из зала сейчас же. Покиньте зал, отведчик. Все, 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 все. Ваша честь, все, все. Я взял все руки, все. Я сказала, выйдите из зала. Я не потерплю безобразия такого в суде. Покиньте зал, я сейчас конвой позову. Ну, в общем, ты понял. Тоже мне еще мачо. Да, понял, встретимся с тобой потом. Так, тишина. И что? Были отношения, и что дальше? Да, и я за то, чтобы договор расторгнуть. Потому что эту женщину моему отцу никто не заменит. А я не спрашиваю ваше мнение по иску. Я прошу вас дать пояснение по иску. И рассказать мне об обстоятельствах, которые вам стали известны. И вообще, откуда вам это известно, если где вы там живете? Где ваш сын живет? В Хабаровске. Хабаровске. И как это, живя в Хабаровске? Я периодически приезжал к отцу. Как часто вы приезжали к отцу? Ну, может, раз в год где-то приезжал к отцу. И прямо сразу, как вы приехали, так жена ответчика за руки сидит, держится с вашим отцом. Ну, как будто эта женщина приходила, ухаживала. Но на самом деле видны же отношения, да? Когда между женщиной и мужчиной. Я видел, даже они просто как держались за ручки, как они там сидели, улыбались друг к другу. И что? Один раз я даже был свидетелем разговора, ваша честь, что Татьяна покойная сказала моему отцу, что только тогда она поняла, что быть настоящей женщиной, что быть счастливой женщиной. До этого она и понятия об этом не имела. Она очень любила моего отца. Любить и быть в отношениях, это разные вещи. Она даже особо этого не скрывала, понимаете, ваша честь. Может быть, она просто прекрасно относилась к вашему отцу. Нет, ну видно же, когда любовные отношения. И с радостью ему помогала. И у них были дружеские отношения. Что сразу любовные? Нет, ваша честь, это были любовные отношения. Отвеческ потерял жену. Вы вот приходите здесь и вот так вот делаете выводы. Я за правду и за справедливость, ваша честь. Правду сначала установить надо, прежде чем об этом говорить. Суд удаляется для вынесения решения. Верните ответчика. Прошу всех встать. Далее в программе. Мой голый муж с моей голой лучшей подружкой. И они продолжают. И даже он видит, что я на него смотрю. Он все равно это делает. Марина, ну я не знал вообще, что в таких ситуациях делать. Я первый раз в такой ситуации. Застуков мужа в постели лучшей подруги, оскорбленная женщина подала на развод. Мужчина пытается сохранить семью. Удастся ли ему это? В общем, это, понял, да? Да, да, понял. Ну вот и все. Да, вот так вот. Слышь, за чего ждать потом? Может, ты здесь от лица разбей? Сейчас разобьешь. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением ренты и о возврате квартиры в собственность истца оставить без удовлетворения. Расторжение договора допускается только при существенном нарушении договора с другой стороны. В данном случае в судебном заседании установлено, что после смерти жены, на имя которой был заключен договор ренты, ответчик в целом добросовестно выполнял свои обязательства по договору пожизненного содержания с иждивением. В судебном заседании представлены документы, исходя из которых усматривается, что ответчик производил оплату коммунальных платежей, кроме того, он нес расходы по приобретению продуктов и медикаментов для истца. Кроме того, суд принимает во внимание, что в течение двух недель после смерти жены ответчик отсутствовал и не навещал истца, как это предусмотрено договором. То есть нарушения были, но суд не может признать данное нарушение существенным, так как ответчик, безусловно, был занят организацией похорон своей жены и так далее. Суд с пониманием относится к этому обстоятельству. Поэтому суд не находит оснований для расторжения данного договора, но при этом разъясняет ответчик в первую очередь вам. Я не зря вас спрашивала, не желаете ли вы просить, чтобы были изменены условия договора пожизненной ренты. И я вам разъясняю, что в соответствии с законом, а именно в соответствии со статьей 603 Гражданского кодекса Российской Федерации, по соглашению сторон ваши обязательства могут быть заменены на предоставление содержания в натуре, то есть определенная денежная сумма может быть оговорена между вами. Если вы не достигнете такого соглашения, милости просим в суд, пожалуйста, в судебном порядке будете защищать свои права. Понятно решение суда? Да. Дело закрыто. Да. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я не хочу, чтобы в этой квартире принадлежала эта физиономия, проживала эта физиономия. Я буду подавать на апелляцию. А что касается квартиры, то я все-таки доведу это дело до конца, продам ее, как мы хотели, и, скорее всего, уеду отсюда. Я не хочу здесь ассоциоваться. Истец требует расторгнуть ее брак. Ответчик с иском не согласен. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, прошу вас развести меня с мужем Максимом. Мы в браке 12 лет. У нас есть сын Андрюша, ему 10 лет. Мой муж изменил мне. Он изменил не просто, а с моей лучшей подругой Алиной. Марина, ну это один раз было. Я это все видела своими глазами. Два года назад моя подруга Алина развелась со своим мужем. У нее есть, кстати, сын 9 лет, Вадим, и всегда вот я за ним присматриваю тоже иногда. Захожу в школу, забираю к себе и потом привожу к Алине. И у нас настолько доверительные отношения всегда с Алиной были, что у меня есть собственный комплект ключей от ее квартиры. И вот в один прекрасный день я забираю со школы Вадика, привожу к себе, смотрю, Вадик что-то не заровится. Ну, я думаю, что чтобы Андрея моего не заразить, я решила отвезти ребенка, ну, Вадика, на квартиру к Алине. Я отвезла ребенка к подруге. Я вошла в квартиру вместе с ребенком. И я увидела шоу, которое ребенку просто глаза пришлось закрывать на это вот извращение. Извините, мой голый муж с моей голой вот лучшей подружкой кувыркались. И делали они это вот спокойно, абсолютно. Вот долго даже не обращали внимания на нас вот с ребенком, да? Мы вот стояли, смотрели, у меня слезы. Я не понимаю даже, что вот мне делать. И они продолжают. И даже он видит, что я на него смотрю, он все равно это делает. Я даже не представляю, как это можно представить. Моей лучшей подругой. Я не знал вообще, что в таких ситуациях делал. Я первый раз в такой ситуации. Как минимум остановиться, ответчик. Продолжал. И даже без застрения совести, наверное, тебе понравилось с ней. Я не знаю, у меня этого хватило по горло, понимаете? Вы вдвоем меня просто предали. Поняла вас, истец. Требуете развод. Хорошо. Отвечу. Ваше отношение к иску. Вы согласны с расторжением брака? Ваша честь, я возражаю. Я люблю свою жену. Это все, что у меня есть. Самое дорогое. Это вот моя жена и мой ребенок. Я стараюсь для них. Я постоянно работаю, задерживаюсь на работе. Труша никакой. Я видела ваши труды. Это один единственный раз так получилось. Ваша честь. Истец, подождите. Давайте ответчика послушаем. Мы с супругой, смотрите, 12 лет. 12 счастливых лет. Я ни разу ей не изменил. Вот с Алиной, то, что у нас было, это в юности еще. 13 лет назад мы с ней разошлись, и все. И больше ничего между нами не было. Ничего не было между нами. Ну как же, я своими глазами видела. Я своими глазами. Это один раз. Ну получилось так. Ну с кем не бывает. Как же это получилось-то? Действительно. Как это с кем не бывает? Ну не совсем бывает. Это глупость получилась. Алина позвонила мне, попросила повесить турник для ее сына. А Вадик, ему нужно было заниматься. А ты согласился, да? Я согласился, да. Я вас сейчас удалю из зала. Простите, но я не могу это терпеть. Я приехал, повесил. Может выйдете? Алина предложила выпить. Ну мы выпили. Она мне начала рассказывать, что вот сможем развелась. Нормального мужика не найти. Одни импотенты, козлы вокруг. Она расплакалась. Я начал ее успокаивать. Ну приобняла немного. Тут она меня поцеловала. Я не понял, как все получилось. Да, 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 получилось. Ну с кем не бывает. Я виноват, да. То, что когда я увидел жену, стоящую возле кровати, я вообще опешил. Я не знал, что сделать. Я хотел сквозь землю провалиться. Я еще не знал, что в таких ситуациях делают. Не мог ни говорить, ни что-то делать. Еще пару раз бедрами дернул. Ну уж давайте вы мне тут подробности не рассказывали. Ваше честь, 12 лет меня обманывают. Пожалуйста, прошу вас разведите. Ну вот говорит, что не 12 лет, а один раз. Такого никогда не было. Ну они встречались, как парень с девушкой. Я думала, что все прошло. Ну вот, 12 лет меня обманывают. Прости меня. Прости, прости, пожалуйста. Ваша честь, это цирк. Прости меня. Нет, я не прощу тебя. Ваша честь, не разводите нас. У вас свидетель заявлен. Я прошу пригласить моего свидетеля, чтобы она подтвердила мои слова. Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ответчиков. Вы тоже здесь, да? Свидетель ответчика, вы идите. Как вам не стыдно только? Да стыдно, вон, видите, стыдно. Не стыдно им. Так, слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста. Аверьянова Алина Игоревна. А, вы та самая Алина. Да, я та самая Алина, ваше честь. И вы пришли в суд? Я пришла в суд, чтобы попросить вас, пожалуйста, не разводить их. Вы можете просить у суда. Я пришла за ответчика просто сказать, что действительно, между нами было-то всего лишь один раз. И как бы, ну, стоит ли из-за этого рушить целую семейную жизнь 12 лет? Понимаете, просто они вот как образцовая семья. У них сынишка замечательная. Они действительно любят друг друга. Но вот вы сейчас это говорите. Да, ну, а я, ну, понимаете, так получилось. Ну, что же вы семью-то практически разрушили? Я когда разговаривала со своим мужем, я очень долго не могла найти, ну, нормального мужчину. Вечно впадались какие-то козлы. А тут недавно я, наконец, нашла. И, кстати, Марин, ты знаешь, что я через месяц выхожу замуж. Со старика. Интеллигентный, да, богатый мужчина. Ну, правда, 65 лет, ваше честь. Ну, сами понимаете, что там в постели, как бы говоря, уже делать нечего. И мой муж пригодился, да, заодно. И я решила напоследок, ну, вспомнить, как это... Вспомнить молодость. Да, тем более мы с ним встречались. Тут удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Как ты могла? Ты моя лучшая подруга. Вы вообще соображаете, что вы делаете? Ну, с подругами же делиться надо. Тебе жалко, что ли? Один разочек. Вы соображаете, что как ты предала меня? Я тебя не предавала. Я тебе всегда помогала свадьбом, сделала школу. Послушай, что такого-то, если... Прошу садиться. Тишина в зале судебного заседания. Оглашается решение суда. Суд не выносит решение по данному делу, а выносит определение. И откладывает слушание дела, так как один из супругов не согласен с расторжением брака. В этом случае, в соответствии со статьей 22-й, часть 2-й Семейного кодекса Российской Федерации, суд назначает сторонам срок для примирения 3 месяца и откладывает дело. Если через 3 месяца истец придет в суд и будет настаивать на расторжении брака, то уже срок для примирения не будет предоставлен, и брак будет расторгнут. Поэтому, ответчик, пытайтесь, может быть, у вас и получится. Спасибо. Дело закрыто. Спасибо. А вы подальше будьте от них. Решение суда. Дело отложить. Эти 3 месяца ничего не решают. Я с ним разведусь. И это точка. Делаю все, что в моих силах, чтобы сохранить этот брак. Буду извиняться перед ней. Я думаю, сохраню этот брак. Дело все, что у вас будет на месте. Буду пройдусь. Б3-Face. Редактор суда. Продолжение следует. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Нового лет Boden噪. Поведирь. Продолжение следует...